Виктория Нечаева Виктория Нечаева Виктория Нечаева Сегодня в Белоруссии в системе социальной защиты трудится порядка 5000 человек, в каждом из которых сконцентрированы самые лучшие человеческие качества. Милосердие, чуткость, сострадание, доброта и совесть. Вековой юбилей отметили и в областном центре. Торжества прошли в филармонии и в Брестском горосполкоме. Гостей и участников торжественного мероприятия по случаю столетнего юбилея со дня образования органов труда и соцзащиты встречали на выставке, которую представили города и районы Брестской области. Сегодня сотрудники социальных служб сопровождают человека от рождения и до пожилых лет, принимая в его жизни самое непосредственное участие. Это и труд, это и занятость, это и социальная защита и каждое это направление выполняет огромную работу для того, чтобы жизнь наших людей, особенно тех людей, которые попали в какие-то чрезвычайные ситуации, она была действительно более, скажем, содержательной. Поэтому работа проводится огромная. В зале областной филармонии слова благодарности звучали в адрес всех работников системы труда и социальной защиты. От нянечек, домов, интернатов и поваров до сотрудников управлений и комитетов социальной защиты. Поздравить коллег и вручить им почетные грамоты и благодарственные письма приехали сотрудники Министерства по труду и социальной защите, представители депутатского корпуса различных ветвей власти. На наших глазах проходит вся жизнь человека. И без душевной доброты, без душевной теплоты, без желания помочь людям, оказать им какое-то содействие, ну, наверное, работать в нашей системе нельзя. Я уверен, что все здесь в зале, все ваши коллективы, которые остались на местах, всегда открыты душой людям. За сто лет структура прошла большой путь. Ее история начиналась с пособий по случаю бедствия, безработицы и утраты трудоспособности. Затем на первый план вышли пенсии и заработные платы. Постепенно в приоритет поставили охрану детства и материнства, а также проблемы престарелых и инвалидов. Сегодня у социальной службы новое лицо. Это четкая система, подкрепленная законами и мощным финансированием. Все те люди, которые находятся и здесь в зале, и не только, они выполняют и сегодня. Каждодневный тяжелый труд. Но это все идет, скажем так, на благо тех людей, которые нуждаются в этой работе. И также им большущее-пребольшущее спасибо, потому что они это делают с глубоким уважением. Порой не жалеют даже себя, своего времени, а, скажем так, находятся чуть ли не круглосуточно на этой работе. Провели праздничные мероприятия по случаю юбилея и в городской системе социальной защиты. Только в Бресте на страже интересов граждан стоят порядка 400 сотрудников. Именно по их работе люди судят о государстве, в котором живут. Грамоты и благодарственные письма – лишь малая часть признания заслуг социальных работников. Слова благодарности звучали от руководства города, депутатского корпуса общественности. Друг наших последневных задач довольно-таки широк. Это адресная поддержка семей, которые воспитывают детей, содействие занятости населения, обеспечение безопасных условий труда, контроль в сфере выплаты, заработной платы, обширные социальные программы, социальная помощь населению, а также пенсионное обеспечение. Это даже не полный перечень тех задач, которые мы решаем повседневно. Сегодня в зоне внимания социальных служб много направлений, а среди подопечных – люди всех возрастов от малышей до стариков. Среди них 76 тысяч пожилых брещан. Социальную помощь на дому получают 744 человека. Морально-материальную поддержку – 490 ветеранов Великой Отечественной войны и 3,5 тысячи многодетных семей. Человек, если приходит на работу, видно сразу, что он работать не будет. Через какое-то время он увольняется, уходит, потому что это тяжело. Я не скажу, что приходят плохие люди или что. Нет. Просто по характеру. Надо быть мягким, отзывчивым, добрым. Терпение, выслушать человека. Потому что иной раз человеку не надо, что ты ему что-то сделала, а надо, чтобы ты его выслушала, поговорила. Он тебе расскажет, ты можешь ничего не говорить, просто слушать его. Он будет говорить о своих проблемах, о болезнях. Выслушаешь ты его, ему легче уже от этого. Занимаются сотрудники социальной защиты вопросами содействия трудоустройства горожан и переподготовкой кадров. Вопросами поддержки детей с особенностями и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Вторую молодость вместе с новыми знаниями получают в институте третьего возраста горожане старше 60 лет. За каждым новым проектом, акцией или мероприятием ежедневная работа. А еще люди, умеющие сопереживать и помогать. Наши социальные работники, а мы их называем социальными феями, кроме того, что оказывают социально-бытовые услуги, они порой и очень часто заменяют самых близких людей нашим подопечным. Сегодня у нас более 300 человек находятся на социальном обслуживании, на дому. Еще порядка 30 тех, у кого сегодня есть сиделка. А вообще, тех, которые получают постоянную социальную услугу, более тысячи. И всех граждан нашего Ленинского района мы хотим обнять своим теплом и вниманием. И, конечно же, только сплоченный коллектив, только коллектив, нацеленный на общую цель, это подарить радость и тепло, и заботу людям, может решать такие непростые задачи. Случайных людей в социальной сфере нет. Для каждого из сотрудников это не просто работа, а часть жизни. Потому что делиться душевным теплом – особое искусство. Ирина Альшова, Андрей Щербантон-Луговкин. Специально для итогов недели. 9 января на протяжении десятилетий – особая дата для областного центра. Традиционно именно в этот день истинные почитатели качественной классической музыки оставляют домашние дела, надевают самые красивые вечерние наряды и отправляются в театр на открытие международного фестиваля «Январские вечера». Особенным этот форум искусства стал в 2019-м. Организаторы то и дело приоткрывали завесу тайны и понемногу рассказывали о тех мировых знаменитостях, которые изъявили желание посетить Брест и выступить здесь в год тысячелетия. В итоге афиша фестиваля «Миллениума» получилась не просто впечатляющей, грандиозной, а каждый день преподносил гостям новые сюрпризы. Но обо всем по порядку. Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Время близится к шести. На главном входе в театр играет музыка. И это значит, что считанные мгновения отделяют почитателей классической музыки и артистов от большого торжества, название которому «Январские музыкальные вечера». Начало важному культурному мероприятию, открывающему цикл торжеств, посвященных «Миллениуму», положил председатель горосполкома Александр Рогачук. «Открыл первый вечер оркестр «Белтеля» радиокомпании под руководством «Миллениума». Александра Сосновского, исполнив овертюру к опере «Россини» «Сорока Ворона». Практически весь вечер коллектив не сходил со сцены. Музыканты аккомпанировали известным оперным исполнителем. В числе первых выступили представители молодежной оперной программы «Большого театра России». Музыканты аккомпании под руководством «Миллениума». Особой изюминкой январских музыкальных вечеров в 2019 году стало выступление артистов одного из известнейших театров мира – итальянского «Ла Скала» – Альда Капута и Джанни Манджардина. Их выхода публика ждала особенно. Исполнители такого масштаба в Бресте впервые. Приятным сюрпризом стало появление на сцене еще одного легендарного артиста, чье имя, а точнее фамилии уже давно стали поводом для активного обсуждения. Брест в рамках январских музыкальных вечеров посетил музыкант, гитарист, племянник известного певца и шоумена Том Синатра. Биртос-гитарист не только зарядил публику духом его родины, Это музыкант с особой харизмой, который умеет волновать сердца. Говоря в целом о фестивале «Январские музыкальные вечера», стоит сказать, что это большая творческая площадка, объединяющая все лучшее, что известно мировому искусству в сфере классической музыки. Лучших исполнителей, лучших музыкантов, лучшие произведения всех эпох. За долгую историю существования форума на Берестейской земле выступило более 7 тысяч музыкантов и исполнителей из почти 40 стран мира. И границы эти будут обязательно расширяться. Он с маленького фестиваля классической музыки за 30 лет превратился в большой международный фестиваль, благодаря Лиле Григорьевне, прежде всего, конечно, потому что она начинала эту идею, ну и, естественно, тем, кто это продолжает. Поэтому это большое событие не только для Бреста, Брестской области, но и в целом нашей республики. К другим темам. Январь – время подводить итоги прошедшего года. Все проекты и инициативы завершены и впору провести анализ результатов деятельности за 12 месяцев, поставить цели и задачи на год наступивший. Не является исключением в этом отношении работа депутатского корпуса. Чем запомнился 2018 год для Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в целом и, в частности, для постоянной комиссии по трудовым и социальным вопросам наша съемочная группа узнала у депутата Анатолия Дашко. Анатолий Дашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Брестского восточного округа номер 3, в Бресте известен хорошо. Много лет он возглавлял областной родильный дом. Сегодня успешно работает в законотворческой сфере. 2018 год был нелегким. Реализовано много интересных проектов, уточнены отдельные нюансы законодательства. Одно из слагаемых – это, во-первых, как выполняются те пункты предвыборной программы, которые тоже надо отслеживать, и мы с помощником отслеживаем, чтобы все эти пункты были выполнены. Другое направление работы – это прием граждан, работа с обращениями граждан, участие в исполкомах, встречи с трудовыми коллективами. Третье направление – это работа непосредственно в Палате представителей Национального собрания, в комиссии. Я сейчас представляю комиссию по труду и социальным вопросам. Это очень сложная комиссия. Это вот третье направление. Ну и четвертое направление – это, конечно, такая общественно-политическая деятельность, участие в различных акциях. Сегодня каждое мероприятие или личная встреча с депутатом – это возможность достучаться до самых высоких инстанций, озвучить свою проблему. В 2018 году Анатолий Дашко провел 10 личных встреч с гражданами, в ходе которых принял больше 30 брещан. Еще 44 обращения поступили в письменной форме. За прошлый год мы оказали содействие в трудоустройстве 9 человекам. Как-то вот никто не вернулся повторно. Оказывали содействие в предоставлении детских дошкольных учреждений. Тоже было у нас три обращения таких, тоже мы помогли максимально, насколько это было возможно. Ну и такие вот более мелкие бытовые проблемы тоже мы решали, потому что по роду службы приходится взаимодействовать с местной исполнительной властью, что без нее никуда депутат же там не может заасфальтировать что-то, дорожки проложить, это же понятное дело. Поэтому приходится взаимодействовать, они всегда поддерживают, и все вопросы, которые поднимали, и в плане той предвыборной своей программы тоже, в том числе благоустройство, вот все эти вопросы тоже решались. Вместе с тем Анатолий Дашко активный участник городских и областных мероприятий, проектов и акций социальной направленности. И это хороший способ для мониторинга народного мнения и успешной законотворческой деятельности. Удалось добиться, что с 1 июля этого года уже пенсионеры, которые зарегистрированы на своих дачных участках и пользуются газом, то есть они уже платят за газ другую цену. Это вот в размере всей страны. Удалось отвязать прохождение техосмотра от налога за право движения на автомобильном транспорте, так скажем. И планировалось это сделать с июля, но уже, вы знаете, что с 1 апреля уже будет действовать постановление, и человек может выбирать, что ему проходить, когда этот техосмотр, и когда ему ездить, когда не ездить. В 2019-м сфера депутатских интересов Анатолия Михайловича кардинально не изменится. Социальная политика по-прежнему останется в приоритете. А это значит, что горожане смогут найти поддержку у народного избранника практически в любом вопросе. Ирина Альшова, Павел Малышу, Накантон Луковкин, телекомпания БУК-ТВ. Брестская лыжня сегодня собрала сотни поклонников снежного вида спорта. Грибной канал превратился в настоящий спортивный городок. На старт вышли работники 40 учреждений образования Бреста. Наши корреспонденты не могли пропустить такое действительно уникальное для самого теплого юго-западного города Беларуси событие. Поставили будильник пораньше, оделись потеплее и вместе с участниками Брестской лыжни отправились отдыхать, оздоровляться и, конечно, снимать самые яркие моменты марафона. Субботнее утро, слабый мороз, запал энергии сотни участников. На Брестскую лыжню образца снежного января 2019-го собрались профессионалы и любители, взрослые и дети, педагоги и представители дирекции школ, гимназий, лицеев. И несмотря на то, что за медали и кубки соревновались только работники системы образования, на лыжи встали все. Участникам стартов нужно было преодолеть 750 метров вдоль грибного канала. Сотни брещан с лыжами – эта картинка впечатляет. Мы получили рекордный урожай южных фруктов и овощей – виноград, дынь и арбузы. И, наверное, уже подумали, что зимы не бывает. Поэтому цель этого мероприятия, прежде всего, самих педагогов, учителей культуры, повернуть зимний вид спорта к лыжам. Последние годы зимняя погода в Бресте, особенно последних лет пять, нас не сильно радовала. Кратковременные морозы, оттепель, мало снега. А здесь мы как-то организовались и успели на вот это мероприятие. На лыжных гонках сегодня было очень оживленно. Территория спортивного комплекса превратилась в настоящий спортивный городок. Отличная физическая подготовка – обязательное условие работы учителем физкультуры. Именно они в своем большинстве и вышли на старт. Заручившись мощной группой поддержки, своими учениками не менее уверенно на лыжах стояли педагоги других дисциплин и представители дирекции. Очень полезное мероприятие. Создается массовость, очень много людей участвует. Это популяризация спорта. Очень важно. И очень интересно, как наши учителя физкультуры выглядят сейчас, в какой форме. Отдельно мы в школах собирались, если проводили какие-то мероприятия, какие-то праздники, то на уровне школы – да. Но в таком масштабе это на мой память первый раз. Удалось поймать погоду и активистам самой массовой молодежной организации. За день до соревнований среди работников системы образования скользил весь актив Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Считают, что быть спортивными и здоровыми актуально всегда. Любительский забег посвятили столетию БСССР. В нашем тысячелетнем городе Красавске есть отличные спортивные объекты, которые грех не использовать. Притом в такой хороший зимний денек. Мы ловим каждую минуту, поэтому сюда пришли и наши университеты города Бреста, и работающие молодежь, военнослужащие, школьные молодежь. Действительно ожидаем от забега получить удовольствие. Сплотить молодежь, здоровый образ жизни мы всегда поддерживаем. Ну и, так скажем, с нашей погодой боимся, чтобы снег не растаял. Поэтому быстрее, быстрее на лыжи. По спортивному лыжному марафону брещане скучали. Это было понятно не только ввиду количества участников, скорее из-за настроения собравшихся. Оно было по-особенному теплым. К другим темам. Учитель, наставник, педагог, тренеры. В жизни каждого из нас был человек, который показал верный путь, научил чему-то новому, стал мотиватором для дальнейших свершений. Рядом с гениальными людьми всегда есть тот, кто первым разглядел эту искру и помог пробиться таланту, при этом оставаясь в тени. Имя тренера по легкой атлетике Сергея Владимировича Салямановича широко известным не назовешь. Зато его ученица «Белая молния» Юлия Нестеренко принесла славу не только Бресту, но и всей Белоруссии, став олимпийской чемпионкой в беге на 100 метров в 2008 году в Афинах. В январе заслуженному тренеру Белоруссии исполнилось 75 лет и до сих пор он кует чемпионские кадры. В канун юбилея с олимпийским наставником Сергеем Салямановичем встретилась наш корреспондент Ирина Ольшова. Глядя на Сергея Владимировича Салямановича, трудно и предположить, что этому энергичному человеку уже 75 лет. Свой юбилей первый тренер олимпийской чемпионки Юлий Нестеренко отметил практически на рабочем месте, на арене легкоатлетического манижа в компании группы молодых спортсменов. Свой секрет бодрости и энергичности Сергей Владимирович видит именно в своих воспитанниках, спортсменах областной из дюшер профсоюзов по легкой атлетике, в которой порядка 10 лет работает тренером-преподавателем. Самое главное, чтобы у ребенка была мотивация, чтобы он стремился к чему-то. Некоторые хотят стать чемпионом, в силу своего физического развития он не станет чемпионом, но он станет более здоровым. Поэтому каждый ставит себе какие-то определенные цели в жизни. Так как и любой человек ставит цель в жизни, старается достичь какой-то цели. Из опыта уже видно, кто будет. Я вот даже смотрю, других занимается, говорю, вот с этого уже пригуна не будет. Значит, надо отправлять какой-то на другой, ему выбирать специализацию спортивную какую-то другую. Другая вещь, что ребенок очень способный именно к этому. Поэтому задача тренера – распознать его качество и его, так сказать, нацелить. Ну и самое главное, я считаю, приучить ребенка трудиться. Сегодня Сергей Владимирович тренирует группу легкоатлетов профсоюзной школы по программе многоборной подготовки. Это значит, что среди его пяти воспитанников есть спринтеры, а также прыгуны в длину и тройны. Несмотря на юный возраст, каждый из молодых атлетов уже состоялся как спортсмен. Ребята не раз привозили медали с республиканской спартакиады школьников и различных первенств. И это неудивительно. Тренер умеет разглядеть чемпионские задатки. Да и сама личность Сергея Салимоновича – хороший мотиватор для молодых. На мой взгляд, наверное, он должен хорошо тренировать, чтобы у детей было стремление занимать какие-то места и продолжать дальше тренироваться, чтобы стать олимпийскими чемпионами. Наш тренер, я скажу, дисциплинированный, потому что у него все дети всегда приходят на тренировки, никогда не пропускают их. Тренер сам никогда не пропускает тренировки. Тренер не сказал бы, что должен быть прям такой жесткий, но должна быть дисциплина, чтобы, если он сказал, что делать, ты должен это делать, потому что если ты не будешь его слушать, то смысл, что ты приходишь сюда, если не хочешь заниматься спортом. Трудиться самому для Сергея Салимоновича не привыкать. 48 лет и 75-ти он тренер и наставник, честный и принципиальный, так говорят о нем ученики. Своих воспитанников он поддерживает личным примером и всегда в прекрасной физической форме. Я просто люблю работать с детьми, и поэтому, так сказать, и когда я с ними все работаю, значит, я чувствую себя, я не чувствую своего возраста, я чувствую как-то это, всегда общение, все с детьми, поэтому как-то это. Я, например, дома придет в воскресенье, когда тренировки нету, не знаешь, чем себя занять. Где-то начинаешь считать, где-то это. А тренер постоянно должен совершенствоваться, совершенствоваться, какой бы опытный ни был, но все равно надо читать много, следить за новинками, чтобы, так сказать, двигаться впервые. А еще Сергей Владимирович активный участник спортивных акций и проектов, часто встречается со школьниками. Тренер верит, что если Брестская земля смогла воспитать Юлию Нестеренко, значит, будут и другие звезды. Много зависит от тренера. Он должен, если видеть, что тренер отдает себя в работе, значит, и он будет отдавать. А если тренер, так сказать, будет с прохватцей относиться к своей работе, дети это очень замечают, понимаете, поэтому личный пример, самое главное должно быть, личным примером. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Специально для итогов недели. Январь украсил кроны деревьев зимней проседью, приглушил свет и сделал природу белее и свежее. Однако снежная зима не только романтика, морозы, солнце, но и неприятности. Скользкая дорога, засыпанные магистрали и дворы, холодные ветра, гололед. Из-за погодных реалий опасные условия складываются повсеместно. Соблюдать осторожность следует не только участникам дорожного движения, но и обычному человеку, который просто выходит из дома. Брестские медики пока работают в обычном режиме, но если вдруг ситуация станет критической, его изменят на усиленный. Мы побывали в двух больницах города и сейчас расскажем, сколько в среднем человек принимают травмпункты и что делать, чтобы зимняя сказка не обернулась больничным пленом. Пора заморозков чередующихся с оттепелью – лучшие условия для гололеда. А он – явление крайне опасное. Травмы, аварии, несчастные случаи. Для брещанина Олега Ютчука зимняя сказка обернулась больничными листами и сразу несколькими неутешительными диагнозами – сотрясение головного мозга и растяжение связок позвоночника. А предыстория классическая. Зима – время повышенного травматизма. Причиной часто служат гололеды, ранее наступление темноты, скользкая обувь. Ежедневно через травмпункт Брестской городской больницы скорой медицинской помощи проходят от 5 до 20 человек. Далеко не всегда путь пострадавшего начинается и заканчивается в травмпункте. Если травма сложная, после первичного приема и заключения врача пациенты отправляют на стационарное лечение. Деление у нас всегда, сейчас пока что в последнее время работает напряженно. Плановые госпитализации практически не отменены. Но на 30 койках у нас постоянно получается, приходится добавлять койки. Лежит больше 30 человек. Такое, чтобы меньше было, такого невозможно. За сутки, ну вот за вчерашний день мы, предположим, положили 9 человек. На 30 койках этот третий состав обновляется. Это достаточно серьезно. Увеличивается количество пациентов и в реанимационных отделениях. Здесь врачи занимаются интенсивной терапией пострадавших от холода, переохлаждения и обморожения. Диагнозы жизнеугрожающие. В этом году жертвами холодовых травм стали два человека. Сначала пострадавшие чувствуют озноб и покалывание, наблюдают покраснение открытых участков тела, следующая стадия – онемение. Одним еще из видов общего переохлаждения. Сейчас у нас погода морозная, но тем не менее лед тонкий – это погружение под воду. И пребывание у рыбаков – иллюзия того, что лед уже хорош. Пребывание там даже единичные минуты вызывает общее переохлаждение. И они поддаются лечению наиболее тяжело. Не каждое отморожение поддается лечению. К сожалению, есть случаи, когда отмороженные конечности приходится рапутировать. Потому что справиться с этим консервативно не получается. Наступившие холода добавили работы Брестским травмпунктам. Но расхожее мнение о том, что зимой очереди у кабинетов детских травматологов становятся длиннее, в Брестской детской областной больнице опровергают. Учереждение работает в обычном режиме. Ежедневно сюда попадает порядка 25-30 маленьких пациентов. В зимнее время дети находятся в организованных коллективах. Поэтому зимой мы имеем немножко меньше травматизма в целом. Поэтому зимой мы имеем цифру где-то 25-35 детей. А летом иногда и до 50 бывает за сутки поступления. Это имеется в виду амбулаторные дети в травмпункте. Синоптики говорят, все прелести зимы горожане еще ощутят в полной мере. А врачи призывают заботиться о себе. Правильно подбирать одежду, сезонную обувь и головные уборы. Словом, быть внимательными к собственному здоровью. Если эти простые правила будут соблюдаться, трудности в работе медиков убавятся, а здоровье горожан прибавится. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Но независимо от метеопрогноза, в любое время года и в любую погоду умейте радоваться жизни. Ищите в каждом мгновении положительные моменты и чаще улыбайтесь. Тогда все у вас получится. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok